Московское время 8 часов Начинаем нашу воскресную радиопередачу с добрым утром! Начинаем нашу воскресную радиопередачу с добрым утром! Впервые эта дата была торжественно отмечена в СССР в 1925 году, а с 1945 года праздник отмечается ежегодно. До Александра Попова многие ученые и изобретатели стояли у истоков радиотехники. Но первым человеком, пославшим радиограмму, стал именно наш соотечественник. Текст его радиограммы состоял всего из двух слов. Генрих Герц. Генрих Герц это немецкий ученый, физик, который тоже стоял у истоков радиосвязи. В выставочном зале районного краеведческого музея была представлена выставка под названием «Слушайте радио на музейной частоте», посвященная 160-летию со дня рождения Александра Степановича Попова. Гости могли познакомиться с экспонатами разного времени. Стоит отметить, что Советский Союз был одним из лидеров по производству радиоэлектроники. В те годы в нашей стране выпускалось более 300 моделей различной бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Причем половина из них это были радиоприемники, звукозаписывающие устройства. Самым интересным в экспозиции нашей выставки является радиоприемник «Балтика» 1951 года выпуска. Он выполнен в деревянной раме, закругленной деревянной раме, снабжен двумя ручками настройки. Он выпускался в Государственном электротехническом заводе ВФ города Риги. Радиола «Рекорд» 1955 года выпуска. Выполнен в закругленном деревянном корпусе и снабжен шкалой настройки, на которой нанесены обозначения длин волн, чистоты и названия городов. Также радиола «Серенада» 1968 года выпуска. Радиола имеет впереди пульт управления, шкалу волн с пластмассовой решеткой. Под ней находится динамик. Боковые стенки деревянные, внутри звукопроизводящие устройства. Под верхней крышкой расположен диск для пластинок. В самом начале 80-х годов 20-го столетия начали проводиться работы в сфере создания цифрового радиовещания, что сделало очередной переворот в истории радио. Сегодня радио остается одним из наиболее распространенных средств вещания, несмотря на развитие телевизионных технологий, компьютерной техники и прочее. Радиоэфир по-прежнему наполнен звуками новостей, музыки, историй из жизни, которые, как кажется, никогда не закончатся.